Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли. Сегодня мы с вами собрались здесь по поводу темы, которая является очень чувствительной, болезненной, прежде всего для тех, кто когда-нибудь на себе это испытывал. А это, если не все, то очень многие. Например, как один мой студент, который рассказывал, что ему пришлось поменять 6 или 7 квартир в Москве, потому что всего лишь потому, что он дагестанец. Может быть, кого-то из вас когда-нибудь не пускали в ночной клуб или в ресторан, без объяснения причин. Меня один раз выдворили с научной конференции. Это было много лет назад, но я это до сих пор помню и до сих пор не знаю, почему это произошло. Такие вещи обычно не забываются. Да что там говорить. Даже если вы не проходите по конкурсу на какую-то работу и не знаете, почему так случилось, и вам кажется, что ваши конкуренты ничем от вас не отличаются, это все равно очень горькое чувство. Я еще очень хорошо помню, как распался Советский Союз. Один из лозунгов, который к этому привел, это был лозунг борьбы с привилегиями, с преимуществами, которые имели партийные чиновники. Так что тема неравенства политически опасна. Но давайте начнем с примеров литературных. Я взял примеры наугад, вы можете придумать любые другие. Первый автор, который приходит всегда на ум, когда мы ищем литературные примеры, это Пушкин. Вот сцена из Евгения Онегина, когда Онегин приходит в театр. Онегин входит, идет меж кресел по ногам, двойной лорнет, косясь, наводит на ложе незнакомых дам. Я часто бываю в театре, я вчера был в театре, но я чего-то там такого никогда не видел. Ложи есть, кресла есть, двойных лорнетов нету, но самое главное, никто не ходит по ногам. Люди проходят очень аккуратно, вежливо, извиняются, даже когда извиняться не за что. Спрашивается, зачем Пушкину понадобилась такая странная деталь, что Онегин идет по ногам, а у великого поэта ничего случайного нет. Я думаю, идея заключается в следующем. Онегин это человек, для которого совершенно естественным является чувство превосходства. Для него естественно ходить по чужим ногам, потому что он себя ощущает выше этих людей. Давайте вспомним Гоголя. В «Мертвых душах» есть такой эпизод, когда Чичиков хотел, или говорил, что хотел, наверное, не хотел высечь свою услугу Селифана. На что Селифан ответил ему следующим образом. «Ну, а чего же не посечь, коли мужик балует? А ты и посеки, раз оно нужно посечь». На что, как пишет Гоголь Чичиков, не нашелся, что ему ответить. В «Мертвых душах» и вообще у Гоголя очень много персонажей из народа, крестьян, слуг, но никто из них никогда не выражает ни то, что недовольство, но даже недоумение по поводу неравенства. Неравенство, естественно. Наверное, только одна есть книга в дореволюционной литературе русской, которая посвящена неравенству. А хотя, может быть, вы мне назовете и другие. Я вспомнил только записки охотника Тургенева. Ну, что делать, в принципе, еще наше вскоре. Может быть, да, может быть. Хотя, скорее, это не книга, разоблачающая неравенство, а книга, которая предлагает утопию будущего равенства. Хотя, принимается. Вторая книга, это уже советская, это «Собачье сердце» Булгарка. Я думаю, это самое мощное высказывание на тему неравенства, которое когда-либо было сделано в нашей культуре. Потом эта тема уходит из литературы, из русской. Совсем не то, литература западная. Западная. Узнаете, кто это? Ну, я думаю, что вы все узнали, что это Рассел Кроу. А кого же он играет? Француз. Отлично, как определение. По форме, да? Несколько лет назад вышел этот фильм. Знаменитый мюзикл «Отверженный» по роману Гюго. Рассел Кроу играет полицейского инспектора по фамилии Жавер, который, как представитель государства, вынужден справляться с той проблемой, которая перед ним возникла. Гюго обостряет проблему неравенства следующим образом. Он ее удваивает. Если русские писатели ее сглаживали, то Гюго ее делает вдвойне наглядной. Главный герой отверженных Жан Вальжан. Он, с одной стороны, лучше всех других персонажей, потому что он самый благородный, самый искренний, самый самоотверженный. Он носитель всех возможных добродетелей. И в то же время он самый отверженный из всех отверженных. Потому что кто он? Он каторжник, да еще и беглый. Он преступник. А преступники, каторжники, заключенные до сегодняшнего дня это одна из наиболее ущемляемых категорий. И вот Жавер, когда он сталкивается с этой личностью, он не знает, что ему делать. Посмотрите, в каком он недоумении находится. С одной стороны, он его должен арестовать, потому что это беглый каторжник. С другой стороны, Вальжан ему спас жизнь. И Жавер должен его не только отпустить, но еще и отблагодарить. Он его должник. В романе Жавер использует неожиданное решение этой проблемы. Жавер пошел на речку и утопился. Что это за символ? Я думаю, это символ неразрешимости, по мнению Гюго, проблемы социального неравенства. Примерно в эти же годы и с похожим сюжетом появляется роман Диккенса «Большие надежды». Там тоже есть фигура каторжника. И тоже вокруг нее строится сюжет. И можно сказать, что почти вся западноевропейская литература 19-го и не только 19-го века пронизана этой темой. Темой неравенства. Можно вспомнить Герберта Уэллса, наверное, самый впечатляющий образ неравенства этого не война мира, а машина времени. Машина времени. Можно вспомнить Орелла «Скотный двор». И, наконец, один из совсем недавних западных бестселлеров, я имею в виду серию про Гарри Поттера. Основная пружина сюжета это вовсе не борьба с Волон Демортом. Основная пружина сюжета Гарри Поттера это проблема неравенства. Потому что весь конфликт, который растянут на 7 томов, весь строится вокруг разделения на магов и маглов. А разделение на магов и маглов это, очевидно, очень прозрачная метафора классового неравенства, которое всегда в Англии было более ощутимо, чем где-либо. Потому что оно еще со словным неравенством соединялось. Мы видим, что вплоть до 90-х годов либо память об этом, либо актуальность этой проблемы сохраняется. Волна борьбы за равенство, конечно, идет из Западной Европы. Со времен Французской революции или еще раньше? Еще раньше. Со времен Английской революции. По сути, первые серьезные, мощные, такие, влиятельные акции в пользу всеобщего равенства связаны с движением Левеллеров. Это одно из революционных движений в период гражданской войны в Англии середине 17 века. Сегодня равенство победило. Я имею ввиду, конечно, равенство формальное. Я думаю объяснять, почему невозможно равенство фактическое излишне. Слишком много для этого причин. И когда в каком-либо обществе пытаются утвердить равенство фактическое, обычно не получается ни фактического, ни даже формального. Формальное равенство, то есть равноправие. Да, нельзя добиться, чтобы все были одинаково здоровы, одинаково умны, одинаково талантливы, одинаково богаты. Но можно добиться, что все будут иметь равные права. Мы сегодня поговорим, почему даже и этого не удается добиться. Хотя вроде бы уже удалось. Наша российская конституция содержит статью 19, в которой правенство закреплено как общий принцип. Все равны перед законом и судом. И дальше перечень, по каким основаниям все равны. И за каждым из этих оснований стоит большая история борьбы, противостояния, сражений, страданий, крови человеческой. Никогда равенство не давалось безбой. Первыми, кто стал успешно бороться за равенство, были именно религиозные меньшинства, в том числе левелеры, которых я упомянул. за ними началась борьба за равенство независимо от происхождения. Отмена крепостного права в России в рамках этой борьбы произошла. Затем начинается борьба за равенство расовое и национальное. Поэтому, например, проблема рабства в Соединенных Штатах была гораздо острее, чем проблема крепостного права в России. Хотя и в России мы хлебнули немало. Но в Соединенных Штатах рабство было более острой дилеммой, потому что наложилось неравенство по происхождению и неравенство по расовому признаку. В России все-таки угнетаемые были той же расы, что и угнетательные. Поэтому в России аналогом проблемы рабства была проблема еврейства. Потому что в случае с еврейством наложилось неравенство по национальному признаку на неравенство по религиозному признаку. Затем начинается борьба за права женщин. Борьба за права женщин по сути завершилась недавно. Вот та самая любимая нами Франция, которая была в авангарде борьбы за равенство, только после Второй мировой войны закрепила за женщинами избирательное право. А Швейцария так и вовсе до 70-го года не могла этого сделать. Швейцария была последней страной в Европе, которая дала женщинам полное избирательное право. Так что это все еще свежая история. Но казалось бы, все это в прошлом, все это произошло, возврата уже не будет. О чем вообще можно толковать? Но оказывается, что в действительности рядом с нами продолжают жить целые большие группы дискриминированных людей. Уточню, поправлюсь, дискриминированных не совсем то слово, мы еще не имеем оснований говорить, что они дискриминированы, потому что дискриминированное это слово сильное, значимое, оно означает отступление от равенства без должных оснований. А есть еще ограничение равенства, когда оно нарушается или скажем так корректируется основательно. Поэтому мы пока не знаем дискриминируемые эти группы или это просто лица с особым положением, но во всяком случае этих групп не так уж мало. Как их обнаружить? Очень простой критерий я вам предлагаю. Традиционно тестовым правом является право избирательного. Как одно из самых древних и одно из самых значимых. Потому что через избирательное право общество предоставляет своим членам или отнимает у них возможность принимать участие в общих делах. Следовательно, те, кто избирательного права лишен, определенно в этом обществе являются меньшинствами. Слово меньшинство надо понимать правильно. Меньшинство это не те, кого меньше. Иногда на эту тему шутит, что скоро меньшинство и большинство превратятся. Это не так. Это не вопрос количественного соотношения людей. Меньшинство это значит, что у них меньше возможностей в данном обществе. Они менее сильны. Так что же это за меньшинство? Кто в нашем обществе не голосует в момент? Если мы с вами назовем эти категории, то мы поймем, что это за проблемные группы. Дети первые точны. Второе подростки. Будем считать, что это все одна и та же категория ограничений по возрасту. Это одна из групп, которые действительно ограничены в своих правах. Второе это заключенные, иностранцы и лица с психическими заболеваниями. Это как минимум те категории, которые открыто ограничены в своих правах по сравнению с остальными графтовыми. Те, которые поставлены в заведомо невыгодное положение. С юридической точки зрения. Не говоря уже про различные другие фактические обременения. Достаточно состоять на учете в диспансерии? Нет, чтобы лишить избирательных прав, пройти судебную процедуру признания недееспособности. Тем не менее, равенство все-таки не могло бы восторжествовать, если бы оно не имело очень крепких, надежных, философских оснований. вот основные аргументы. Я выделил шесть групп, которые подтверждают идею всеобщего равноправия. Первая группа аргументов это аргументы биологические. Люди равны, потому что они все принадлежат к одному биологическому виду хомо сапиенс. Пожалуй, это одна из наиболее популярных идей. Второй аргумент. Гражданский или политический аргумент. Люди равны в силу принадлежности к одному политическому союзу. Мы все граждане одного государства, а раз мы граждане, то наш политический статус одинаков перед лицом государства и следовательно государство нам логически должно предоставить одни и те же права и соответственно возложить одни и те же обязанности. Потому что неравенство обязанности это тоже форма дискриминации. Третий аргумент это религиозный аргумент. Ну, например, христианство можно это продемонстрировать. Христианство обосновывает равенство двумя путями. Первый религиозный аспект равенства это создание всех людей по образу и подобию Бога. Раз один и тот же оригинал, а мы все копии этого оригинала, то мы и будем похожи друг на друга, как ксерокопии, простите за такое сравнение, с одного документа. И те различия, которые будут на этих ксерокопиях, где-то пропечаталось получше, где-то похуже, это еще не значит, что перед нами разные документы. Второй аспект религиозного равенства это равенство перед. Посмотрите, как сформулировано во всех международных документах и в наших законах идея равенства перед законом и судом. В религиозном мышлении это равенство перед Богом. Что значит равны перед? Это значит, что существует такая инстанция, такая сила, для которой не важны наши индивидуальные различия. Несущественные. Это не значит, что их нет, это значит, что они просто ничтожны. Богу они не интересны. Эта идея закреплена прямо в Новом Завете. Нет больше ни Эллина, ни Иудея, то есть нет национальных и религиозных различий. Нет мужского пола и женского. Что значит нет мужского пола и женского? Бог упразднил деление по половому признаку? Нет, Он его не упразднил. Но Он его объявил более неважно. Следующий вариант обоснования равенства это вариант прагматический. Если в предыдущих случаях речь шла о равенстве онтологическом, говоря, философским языком, то есть том, которое реально существует, то в случае прагматического равенства речь идет о том, что равенство полезно, что от него есть какой-то хороший толк. Может быть его от природы и нет, но если мы его введем, то мы получим какие-то хорошие результаты. Например, сюда относится идея Карла Маркса о том, что равенство полезно экономически. по идее Карла Маркса равенство придумали для того, чтобы было проще торговать. Потому что когда стороны договорных отношений имеют одинаковые права, то это, мол, способствует торговому обороту. Или, например, можно усматривать у равенства психологическую полезность. нет неравенства, нету зависти. Нет зависти в обществе больше мира, потому что люди меньше враждуют между собой по причинам различия, скажем, материального положения. Такая идея есть, например, у философа Платона, который в своем идеальном государстве предлагал отменить семью и отменить собственность, чтобы люди меньше между собой конфликтовали, были больше похожи, чем больше похожи, тем меньше оснований у них. Враждовать, но не из-за чего враждовать. Пятая возможность это конвенциональное обоснование. Эта идея очень простая, слово конвенция означает соглашение и можно было бы равенство защитить таким образом. Давайте будем считать, что мы просто так решили, мы так договорились. Неважно, есть основания, нет оснований, мы не знаем человеческой природы, мы не знаем, как устроен мир. Ну давайте для удобства считать, что мы равны. И наконец, последний аспект это равенство моральное. Этически можно считать неправильным, незаконным, недопустимым представление одному лицу преимуществ перед другим лицом или наоборот ущемления одним лицом другого лица. вот таковы возможные аргументы. Но, как вы понимаете, на все аргументы есть и контраргументы. Давайте кратко посмотрим, что можно противопоставить этим аргументам. Райсо биологическое. Можно пошатнуть следующим образом. у людей есть индивидуальные различия в рамках одного рода. Мы уже про них сказали. Это различия по возрасту, по здоровью, по тем или иным способностям. Значит ли это, что эти индивидуальные различия никак не должны учитываться? Значит ли это, что мы в нашем обществе не имеем права вообще корректировать те свойства человека, которые вытекают из его природы? Это идея Спиноза. Тоже философская идея Спиноза. Спиноза, развивая идею права природы, пришел к выводу, что каждый человек от природы имеет право на все. Например, если я могу вас побить и отнять ваши деньги, то с точки зрения права природы я могу это сделать вполне легально. Но наше общество так не считает. наше общество не считает, что агрессия, например, это естественное свойство человека, что агрессия должна быть узаконена и разрешена. Агрессия повсеместно ограничена и запрещена. Следовательно, не все, что биологично, не все, что природно, признается допустимо. пункт пункт гражданская. Равенство напоминаю, речь идет о равенстве людей, принадлежащих одному государству. Тут проблема очевидна. А как быть с теми, кто не принадлежит к нашему политическому союзу? Запретить им вообще появляться у нас, как у некоторых мыслителей? Отгородиться стеной от внешнего мира и жить в равенстве и мире? Это невозможно. все равно будут неизбежно появляться приезжие, появляться иностранцы, есть феномен лиц безгражданства по тем или иным причинам, которые остались без связи государства. Что делать с ними? На этот вопрос гражданское равенство не отвечает. Аналогичная логика может работать в случае с равенством религиозным. Хорошо, в рамках одной конфессии все ясно, верующие равны перед Богом, перед церковью. А как быть с представителями других религий? Признает ли христианин мусульманина равным себе полностью? И тем более человека, который не верит в Бога вообще, атеиста, как быть с ними с точки зрения религиозного равенства? Тут проблема ведь двусторонняя. И верующий человек не признает атеиста, и атеист не признает равенства с верующим, потому что у атеиста вообще нет такого аргумента. он вообще не может ссылаться на божественную волю, например, как на источник равенства. Что касается равенства прагматического, эта идея в общем достаточно шаткая, потому что очевидно, что раз нечто существует, пока оно полезно, как только оно бесполезно, его можно и отменить. Например, если люди, которые принимают в обществе решения, политическая элита, правительства, решат, что сегодня равенству больше не нужно, они его с легкостью отменят и его ничем не удержат. Не говоря уже про то, что практически в любом обществе элита себя равным другим не считает. Она всегда неизбежна психологически и философски как угодно мировоззренчески она все равно себя неизбежно будет ставить в особое положение. И если мы опираемся только на прагматику, то у нас вообще нет никаких ограничений для этого, потому что всегда элита нам обоснует, что для общественной пользы им надо предоставить прав больше. Тогда наше равенство ничего не будет стоить. То же самое касается равенства конвенционального. Во-первых, кто сказал, что мы договорились о равенстве. А если кто-то не подписывал конвенцию? А если кто-то не считает себя равным? В каких формах эта конвенция существует и откуда мы знаем, что все люди на нее согласны? Если человек конвенцию не поддерживает, то нельзя эту конвенцию к нему применить. Смотри еще один литературный пример. Может быть догадываетесь какой? Преступление и наказание достается. Раскольников не подписывал конвенцию о всеобщем равенстве. Раскольников знал, что есть два типа людей. Высший и низший. Он относится к высшим. Старуха относится к низшим. Со всеми вытекающими последствиями. Ну и наконец равенство моральное. здесь 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 тоже много возражений может возникнуть. С точки зрения морали существует другой принцип справедливости. А принцип справедливости не предполагает одинаковости. Принцип справедливости предполагает, что каждому свое. Кто что заслужил, тот и получил. А так как заслужили люди по-разному, то и получили они по-разному. И И отношение справедливости и равенства очень-очень сложное. Несколько идей я предлагаю рассмотреть более подробно, потому что это философские контраргументы, сформулированные ведущими мыслителями. Первая идея предложена Карлом Шмидтом против равенства. Карл Шмидт это знаменитый немецкий мыслитель, очень неоднозначная фигура, но сегодня повсеместно уважаемая. Несмотря на очень сложную биографию, равно как и Хайдеггер. Идея Карла Шмидта состоит в следующем. Вот цитату вы видите. Фундаментальная основа политической жизни это деление на друзей и врагов. Друг-враг. Вот основа любого социального порядка. Любое государство основывается на двух принципах. Первый принцип это внутренняя солидарность. Внутри государства. И второй принцип это обязательно отвлечение себя от остальных. Если стереть эту границу, отделяющую от внешнего мира, то государство такое существовать не будет. Оно растворится. Оно потеряет свой суверенитет. Соответственно вместе с этим суверенитетом потеряется и гражданское равенство. Была попытка вроде бы этот принцип перешагнуть. Я говорю о первых годах советской власти, когда было введено правило, один из редких случаев, разрешение иностранцев голосовать на выборах. При условии, можете догадаться при каком, что они члены Компартии. Почти, что они принадлежат классу пролетариан. Иностранные пролетарии вроде бы могли голосовать, я не знаю кто-нибудь пользовался этим правом или нет, но могли голосовать в Советской России. Если я не путаю, то это правило было закреплено в Конституции 18-го года, в следующей Конституции 22-го года уже его нет. Что произошло? Попытка снять одну границу, распространить равенство на иностранцев, привела к тому, что были лишены избирательных прав по классовому признаку представителей других классов. Получилось так, что иностранцы могли голосовать, а лица, которые принадлежали к эксплуататорским классам, лица, которые занимали, скажем, государственные должности при царской России, они оказались лишенными этих прав. Таким образом, попытка снять ограничения не удалась. Сняли одно ограничение, сразу возникло другое. И так это работает почти автоматически. Второй контраргумент принадлежит не менее известному философу Николаю Бердяеву. Этот аргумент, если предыдущий аргумент это аргумент к дружбе-вражде, то контраргумент Бердяева это аргумент к власти. Всякое государство основано на дифференциации, на развлечениях и расчленениях. Конкретнее речь идет о следующем. В любом обществе есть власть, и власть для своей реализации требует не только технических ресурсов, но и символических ресурсов. А символические ресурсы означают, что представители власти должны быть отличаемы от остальных граждан. И отличаемы в том числе юридически. Можете вы мне сказать, а зачем это нужно? Почему не могут быть представители власти носителем всех тех же прав и обязанностей, что остальные? Вопрос. А исходя из чего тогда им будут подчиняться? Например, им будут подчиняться исходя из отличных качеств. Например, они самые умные, самые честные. Давайте пофантазируем. Может быть, такое и действительно может произойти. Но для того, чтобы понять, умный человек или нет, честный человек или нет, нужно время. А власть иногда требует быстроты. Иногда нет возможности ждать проверки. Иногда мы не можем удовлетвориться тем, что люди будут проверять нас, собирать информацию, тестировать. Я как бы говорю от лица представителей власти. Нам нужно сейчас, здесь и сейчас действовать. Поэтому придумывается форма, например, и прочие-прочие отличительные признаки. А вместе с этими отличительными признаками и особое социальное положение, естественно. Потому что если внешние признаки не опираются на реальные социальные различия, вот тогда эти внешние признаки ничего не будут стоить. Это, кстати говоря, один из побочных эффектов правительства. А основания различий в должности недостаточны? Я начальник, поэтому подчиняйся. Когда я не начальник, не подчиняйся. Я еще раз попытаюсь пояснить свою мысль. Внешние отличия должностные, если они не подкрепляются отличиями более глубокими, они обесцениваются. Например, в зарплате, в каких-то более дорогих машинах, в квартире. Что вы имеете в виду? Это тоже, конечно, работает. Но есть еще один очень важный аспект. Это аспект так называемого символического капитала. Я приведу сейчас пример из другой области. Может быть, мы от него сможем перекинуть мостик к проблеме власти. В определенный момент в обществе очень упало уважение к представителям науки. После того, как оно упало, количество желающих заниматься наукой резко снизилось. А наука перестала быть привлекательной. От того, что наука перестала быть привлекательной, лучшие умы общества расстеклись куда-то еще в бизнес, творчество, искусство. Много есть вариантов, куда умному человеку себя деть. Если нет вот этого символического капитала, признания, уважения, репутации, то нет достаточной притягательности у этих статусов. То есть мы в итоге получаем либо отсутствие селекции, когда на властные позиции придут все желающие, как практически уже сейчас произошло. Практически мы видим, что не у власти только тот, кто не хочет. Либо будет отрицательная селекция. Что это значит? Это значит, что будут отбираться худшие. Те, кто никуда больше не попал. Потому что повсюду селекция положительная, а туда никакой. Следовательно, по остаточному принципу. Конкурс самый низкий. Например, сейчас, конечно, мы еще от этого далеки, но если та тенденция, которую я обозначил в связи с наукой, будет распространена, скажем, на государственную службу, то это не исключено. Поэтому нужно уравновесить это все-таки привилегию. Можно ли обозначить, какой именно процесс такую селекцию производит? Я просто контрпример имею. Несмотря на всеобщее, скорее соглашусь, что именно такое положение существует. У меня есть знакомая компания, в которой низовые сотрудники получают больше менеджеров и иногда даже больше руководителя. Да, сейчас это довольно мощно. И фирма существует уже несколько лет. Любопытно, наблюдает до сих пор, интересно? Это как раз говорит о том, что это уравновешивается каким-то символическим ресурсом. Может быть даже незаметным для постороннего наблюдателя или даже для сотрудников этой компании. Потому что иначе на эти должности просто никто не пойдет. Как мы видим, очень часто, обратите внимание, если смотрите, скажем, советские фильмы. Советские книги сейчас, наверное, вряд ли кто-то читает, но в советских фильмах очень часто есть этот сюжет. Человеку предлагают повышение, а он отказывается. Говорит, зачем мне это надо? У меня хорошая зарплата. Я довольна своей работой, зато у меня много свободного времени. Зачем мне это ответственность? Зачем мне эти хлопоты на начальственной должности? Значит, на начальственную должность пойдет тот, кто там что-то увидит. А что это такое? Ну, например, это ресурс авторитета и уважения. Ну, например, в худшем случае, это возможность самоутверждаться за счет более слабого. То есть садистские находности. Это в нежелательном случае. Но так или иначе, там должна быть какая-то приманка. Если нет приманки, то тогда плоскость, горизонталь правят либо худшие, либо никто. Не помню, кто сказал. Тот, по-моему, из наших эзотичных философов. Люди не хотят, чтобы ими правили такие же, как они. А, да. Люди не любят, когда им командуют неблагородные римские, вроде бы, пословицы. Ну, значит, кто-то из наших ее повторил. То есть логично, что если мы этим людям подчиняемся, значит, они в чем-то нас превосходят. Это логично. Еще один аргумент приведу со ссылкой на другого отечественного мыслителя, на Константина Леонтьева. Я не включил его в презентацию. Но его аргумент очень интересный. Первый аргумент следующий. Леонтьев говорит, что признаком любой здоровой развивающейся системы является сложность. Чем проще, тем ближе к смерти. Чем сложнее, тем более развита эта структура. Равенство – это признак упрощения. Иерархически построенная система сложнее, чем система, построенная на тождестве статус. Ну, тут можно поспорить. Естественно, как с любым аргументом. И по большому счету наша задача именно в этом. Чтобы эти аргументы рассмотреть как объект критики. Как раз организация, допустим, работы отдела, или не говоря уже о сложной структуре, когда пытаются, как в современных айтишных компаниях, выстроить халатротические модели, основанные на горизонтальных связях между сотрудниками, минуя вот этот колодец вертикальной власти, гораздо сложнее. Потому что одно дело, когда у тебя есть начальник, который жестко сверху... А может быть, вы имеете в виду, не сложнее, а труднее? И сложнее. Такая структура, условно. Одно дело, когда у тебя есть четко, там, должностная инструкция, ты там подчиняешься своему линейному менеджеру, он подчиняется менеджеру среднего звена, тот топ-менеджер. Это довольно примитивная система. Другое дело, когда существует множество горизонтальных связей, которые очень трудно отследить, очень трудно понять, они постоянно меняются, и при этом компания что-то делает полезное. Вот, например, по такому принципу работает американская корпорация ВАЛФ, которая делает популярный инер. Мне кажется, тут больше... По рассуждению нарушаем принцип тождества. А под одним и тем же термином разные вещи подразумеваем. То есть, с одной стороны, мы имеем равенство в некотором положении их, причем я пока не понял, почему они выделены как на одном уровне. А в другом ключе описывается ситуация, когда у них разные функциональные назначения у каждого элемента. Сотрудники одним и тем же занимаются? Разными задачами. Разными задачами занимаются. То есть, по сути, можно сказать, что в данном случае описывается иная модель сложности. Иная модель. Не модель вертикальная, а модель горизонтальная. Да, думаю так. Но, тем не менее, я думаю, сказал бы Константин Леонтьев, это не отменяет аргументы к сложности. Потому что различия могут быть основаны, в том числе и неравенство, не обязательно на власти подчинения. Различия могут быть построены и на, скажем, личных, персональных качествах. И это тоже будет различие. Второй аргумент, достаточно любопытный, это как раз аргумент к искусству. К литературе, то, с чего я начал. Ведь, действительно, я никогда над этим не задумывался, пока я это не прочитал. Вся мировая культура, имеется в виду художественная культура, основана на неравенстве. Где мы видим в художественных текстах сюжеты равенства. Я не так хорошо знаком с живописью, но те немногие произведения живописи, которые я хорошо помню, скорее уж говорят нам о том, что и художника вдохновляло неравенство. Даже Бурлаки на Волге, Репина, где казалось бы, все одинаково, но там нет. Ну, я имею в виду социально, там же нет надсмотрщика. Там есть его коренной. Коренной, но все равно понятно, что если бы все люди были бурлаками, наверное, Репина бы не заинтересовал этот сюжет. Наверное, бы его что-то другое заинтересовал. Ну, первоначальные эскизы, там есть дачники. А, вот. То есть он их потом убрал просто. Ну, и потом там есть на корабле те, кого они тащат. Так вот, Леонтьев говорит, может быть, утрируя, в обществе, где все равны, не было бы предмета для искусства. А говорим ли мы в течение лекции и не подразумеваемого равенства всегда правовое или какое-то другое? В основном правовое, но сейчас, так как речь идет о философских аргументах, то в данном случае мыслители говорят, конечно, более широко. Они говорят о неравенстве и равенстве вообще. Мы можем рассмотреть с вами такую модель, когда неравенство существует, но юридически оно не закрепляется. Я потом попытаюсь объяснить, что, наверное, так не может быть. И что если допустить неравенство вообще, то оно будет обязательно иметь и правовой аспект. А может быть и нет. Действительно, я стал перебирать произведения искусства. Почти во всех речь идет о неравенстве. И даже вспомнил одну карикатуру, тоже хотел включить ее в презентацию, но не успел. Есть, знаете, такая картина «Неравный брак» Пукерева. Знаете, там изображен такой постный длиннолицый человек, видимо, чиновник с орденом. И рядом с ним юная девушка несчастная. И священник сагбенный, показывающий, что он ничего сделать не может. Так вот, карикатуристы взяли и на место этой невесты поставили такого же точно человека, как жених, но только в подвенечной фате. Получилось очень смешно. Картина называется «Равный брак». То есть, действительно, неравенство – это сюжет, вдохновляющий художников, и уж тем более писателей. Но это тоже сомнительный аргумент, потому что можно сказать, что неравенство так распространено в произведениях искусства, потому что произведения искусства создавались в эпохе неравенства. И в то же время аргументировать тем, что первобытные охотники тоже рисовали на стенах пещер, и их общество было гораздо более билитарным, чем современное. А современное искусство просто в силу того, что… Я вам отвечу от имени Константина Леонтьева. Я бы сказал, вот такого уровня бы искусства было до сих пор. Нет, а тут можно сказать, ну извините, пирамида не сразу строится, просто искусство накапливает свои какие-то шаблоны и усложняется. Понятно, да. Аргументы не бескорные, конечно. Даже черный квадрат Малевича – это признак, пример неравенства, потому что черный квадрат нарисован поверх белого фонфона. Отличный. И белый квадрат Малевича нарисован поверх черного фона, нет? Вот это признак равенства. Итак, друзья, как же обстоит дело сегодня с равенством и неравенством? Все человеческие качества можно разделить на три группы. Все те качества, по которым люди отличаются друг от друга. Качества, по которым люди схожи друг с другом, вообще-то довольно мало. В основном качества эти различающиеся. Большая часть этих качеств отнесена законом к тем, по которым никакие преимущества и различия не могут быть юридически допущены. Люди равны, независимо от пола, расы, национальности, веры, политических и иных убеждений. Место жительства, кстати, обращаю внимание, давно юридически признано, но фактически пока не обеспечено, хотя, я думаю, будет в этом направлении вестись работа. Пример. Объявления. Сейчас я их уже почти не вижу, раньше их было много, например, в московском метро. Не обращал внимания, кстати, надо посмотреть. Есть ли объявления, что приглашаются на работу сотрудники с обязательной регистрацией в Москве и Московском? Допустим, много служб, это по-прежнему работает. Чтобы работать в нормальном органе государственной власти, в Московском, нужно иметь либо Московскую, либо Московскую область регистрацию. В Петербурге были уже разбирательства по этому поводу, когда аэропорт Пулково вывесил подобные объявления, они были очень быстро обжалованы, аэропорт был оштрафован, и все объявления были убраны. Что касается государственных органов, нужно, видимо, проверять, а что проверять, я скажу потом, потому что тут много всяких тестов надо проводить, допустимое это требование или недопустимо. Если, например, оно установлено на уровне закона, то у него больше шансов. Если это требование, скажем, приказом установлено, то, скорее всего, его тоже можно обжаловаться. И другие признаки есть. Я взял в качестве примера два признака, которые я пометил вопросительными знаками. Это язык и должностное положение. Чтобы проиллюстрировать, что даже те признаки, различительные, которые признаны, недопустимые, все равно фактически применяются. Все равно неравенство существует. Первый пример – это равенство независимо от языка. Это равенство конституционное. Вместе с тем, тот же самый пример, который вы сейчас привели, работает и в отношении языка. Законом о государственной и гражданской службе предусмотрено, что принят на государственную службу может быть только человек, владеющий государственным языком. Можно ли реально обеспечить полное равенство независимо от языка? Можно ли допустить, что человек работает в государственном органе и не говорит на русском языке? Например, в прокуратуре не понимает жалоб граждан? Или... Нет, ну можно с переводчиком. Теоретически, да. Теоретически можно. Может работать не с людьми, а быть компьютерным специалистом или уборщиком, я не знаю. Письма расклеивать, разносить. Вполне. Может вообще не надо говорить на работе. Но, так или иначе, тогда надо внести поправки и указать, на каких должностях он не сможет работать. Все равно это будет ограничено. Второй пример. Это пример, связанный с должностным положением. Это еще более интересно, потому что данный пример опровергает сама Конституция. С одной стороны, она предусматривает равенство независимо от должностного положения. Если мы пролистываем буквально несколько страничек, мы с удивлением обнаруживаем, что президент, депутаты, равнився, судьи, что они имеют неприкосновенность. Они не могут быть задержаны, арестованы, уголовное дело против них может быть установлено только в очень усложненном порядке. То есть, они имеют особое положение именно исходя из или должностного положения. И, следовательно, принцип правительства независимого от должностного положения тоже не соблюдается. Кроме того, да? А это судьба должности? Судья, президент? Ну, насчет президента не знаю. Судья – это должность. Но должностное положение не предполагает, видимо, как я понимаю, не предполагает понятие должность в узком смысле. Потому что тогда было бы независимо от должности. Видимо, должностное положение – это все-таки нечто более широкое, чем должность в узком смысле. Хотя, может быть, на этот аргумент также можно сослаться и сказать, что а это не совсем должность, это что-то иное. По-моему, есть ФЗ 2003 года, где перечисляется список федеральных должностей государственной службы и президент глава правительства. Там прописано жестко. Там вот эти верховники, ребята. И все вот эти перечни такого рода, они обычно всегда завершаются одинаково. Независимо от языка должностного положения происхождения, принадлежности к общественным обвинениям, а также иных обстоятельств. И благодаря этому у нас есть не две категории, как можно было бы ожидать, признаки, по которым можно различать и по которым нельзя различать, а три. Потому что вот эти иные обстоятельства еще нуждаются в расследовании. Куда их относить? Либо в рамках общего принципа равенства их нельзя использовать для дифференциации, либо по каким-то другим основаниям их можно использовать, поэтому приходится выделять третью группу. Вот очень короткий перечень тех качеств, по которым равенство необязательно даже на формально-юридическом уровне. Первый, это очень любопытный критерий, который определен трудовым законодательством. В трудовом законодательстве, в трудовом кодексе есть статья третья аналогичного содержания, где говорится, что не допускается дискриминация исходя из того, 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 всего, того же самого, плюс там есть еще один признак дополнительный, про который я скажу, кроме деловых качеств. То есть, все-таки, не всех на все должности можно принимать, а тех, кто имеет какие-то деловые качества. А что такое деловые качества? Это отдельная проблема, но в общем смысле, видимо, способен выполнять функциональные обязанности. И это проверяется через тестирование, собеседование и так далее. Поэтому есть много судебных дел, когда лицо, не принятое на работу, считает, что это была дискриминация, а работодатель приводит аргументы, что это как раз деловые качества. Или, например, люди получают разную зарплату. Тот, кто получает меньше, обычно думает, что это дискриминация. Тот, кто считает больше, обычно так не думает. Обычно те, кто больше получает, не обжалуют в судах. А те, кто меньше, иногда обжалуют. Работодатели выигрывают часто потому, что показывают должностные стандарты, где описаны компетенции, результаты аттестации. и видно, что тот, кто получает больше, действительно что-то больше умеет. Второй аналогичный критерий это образование. Правильность у прав независимого от образования не существует. Образование это законный, легальный, вполне респектабельный признак, по которому легко, относительно легко получить преимущество перед другим. специальное образование, высшее образование, ну и последний критерий это гражданство. Что касается гражданства, надо сказать следующее. Есть общий принцип, что иностранные граждане, лица без гражданства, по крайней мере в России, обладают равными правами с гражданами. То же самое закреплено в Европейской Конвенции о гражданстве, которую Россия пока не ретифицировала, но норма есть в Конституции. Однако, там есть оговорка, кроме случаев предусмотренных законов. Следовательно, законам вполне легально можно предусмотреть ситуацию, когда негражданин не имеет каких-либо прав. Самый типичный пример это избирательный прав. Но это не означает, что такие ограничения являются безразмерными. Вот один из множества примеров. Одна дама из Соединенных Штатов Америки, звали ее Ирэн Стивенсон, она работала или работает директором Института профсоюзов. В США приезжала в город Екатеринбург на конференцию и останавливалась в обычной гостинице. Все было хорошо, но когда она уезжала, она получила документы об оплате на руки и вдруг обнаружила, что она платила за свой номер в два раза дороже, чем ее коллеги из России, которые жили в таких же номерах. Оказалось, что таковы тарифы в гостинице. она была первым иностранцем, который подал в суд. На том основании, что неправомерно, без законодательных каких-либо аргументов были установлены вот эти неравные тарифы исключительно по признаку гражданства. Она выиграла. Я думаю, логика гостиницы была такая. Человек приехал из-за границы на несколько дней. Нет у него времени подавать в суд. Но вот она нашла время и выиграла. По меньшей мере лет 7 назад билеты в Третьяковскую галерее были так же. Не 7 лет назад. Я не знаю, как насчет Третьяковки. Я там давно не был. Но он, например, в Эрмитаже проверял специально. По-моему, полтора. Но там сделано так. нету повышенного тарифа для иностранцев. А есть, как вы думаете, что? А есть скидка для граждан России. То есть, общий тариф 600 рублей, скидка для граждан России 400 рублей. Я думаю, что не исключены судебные иски и по этому поводу. Потому что хоть скидка для граждан, хоть надбавка для иностранцев, все равно это неравный подход и дела имеют судебную перспективу. Да, дирекция музеев объясняет это тем, что они хотят поддержать наших граждан, чтобы у них было больше возможностей ходить в музеи. Благи намерения понятны, но с равенством есть проблемы. скидки студентам имеют судебную перспективу. Я думаю, скидки студентам не имеют судебную перспективу, потому что такого критерия нету. Это можно, например, считать привилегией по образователям. По образовательному положению. Которое, в общем, вполне иллегальное. А бесплатный провоз детей до 6 лет деград. А вот сейчас мы к этому как раз и переходим. Смотри, теперь мы переходим к самому интересному. Это признаки, в отношении которых ничего не ясно. В отношении всего предыдущего еще более-менее все было ясно. А тут сплошная загадка на загадке. Возраст, здоровье, внешность. Что касается возраста. С одной стороны возраст конституции не указан. Можно, наверное, считать, что дифференциация по возрасту не исключена. В Трудовом кодексе в статье 3 помимо всех остальных признаков указан также и возраст. Не допускается дискриминация в зависимости от возраста. Иногда это интерпретируют так, что речь идет о верхней планке, что нельзя увольнять по достижении предельного возраста. Это нарушение принципа равенства и люди выигрывают дела. Если только работодатель не докажет, что это деловые качества. Не будем за него фантазировать, как он это может доказать. Может быть, в каких-то случаях, например, человек в 80 лет пришел наниматься акробатом в цирк. У директора есть какие-то медицинские акты или что-то такое, что в связи с тем, что мышцы изнашиваются и так далее, после синицы. А вдруг это акробат профессиональный, но только старый или балерина. Все вопрос судебного разбирательства. С другой стороны, к вопросу о детях до 6 лет. Дети до 6 лет, мало того, что они бесплатно могут ездить в общественном транспорте, они, например, не имеют права ничего покупать, вообще ничего. Формально даже батон, хлеб или шоколадку. Ребенок до 6 лет купить не нужно. Гражданский кодекс Российской Федерации. Мелкие бытовые сделки это называется. Только с 6 лет. Мелкие бытовые сделки. То есть покупать предметы для личного потребления. Колье, автомобиль нет. Дальше нарастает эта правосубъектность вплоть до 18, когда она достигает полного объема. Это проблема сегодня в западной практики и теории называют словом эйджизм. Это дискриминация по признаку возраста, которая имеет как ювенильный, так и синильный аспект. То есть говоря иначе, относится как к детям, так и к старикам. Но я полагаю, что по крайней мере в России с правой точки зрения к детям она гораздо более относима. Потому что для детей больше ограничений и больше привилегий. Например, до 14 лет не привлекаются к уголовной ответственности вообще. Ну не голосуют на выборах, но с другой стороны есть у них определенные привилегии. Конечно сегодня нам дико себе представить, что дети будут ходить на выборы. С другой стороны сто лет назад многим было дико представить, что женщины пойдут на выборы. И все были также шокированы этим требованием. Поэтому я не могу исключать того, что в этом отношении нас ждут скоро какие-то новости. Что возможно будут предоставлены права детям, которые будут потихоньку потихоньку их ставить на один правовой уровень садовцами. Я говорю нам это дико себе представить, но вот когнитивно невозможно и про женщину писали в 15 лет. Здоровье. Здоровье тоже не указано в числе оснований дискриминации. пока вроде дело обстоит так. Физическое здоровье не является основанием для неравноправия, психическое является. Причем тоже безальтернативно и пока нет каких-то серьезных контраргументов. Но так или иначе начато движение в сторону большей защиты лиц с психическими недостатками. Например, тот же институт недееспособности на самом деле оказался очень опасным. Вот представьте себе человек, который признан недееспособным хочет обжаловать это решение. Он не может потому, что он недееспособен. Он попал в западню. За него должен защищать его права законный представитель. А теперь представьте себе, что именно законный представитель это тот, от кого этот человек хочет свои права защитить. У него оказывается нет инструмента права. И последнее, я думаю, самое модное сейчас направление, которое тоже скоро нас настигнет, это равенство и неравенство в зависимости от внешности. То, что называется лукизмом на Западе. Пока та практика, которая есть в России достаточно бедная, но она сводится например к тому, что человеку отказали в приеме на работу официантам по причине неславянской внешности. Это, конечно, дела простые, они легко выигрывают. Или в корейском ресторане от того, что там не азиатские внешности. Таких дел не знаю, но теоретически вполне такое тоже может быть. На Западе уже набирают силу движения за права высоких людей, за права низких людей, за права толстых людей. Толстых людей особенно часто дискриминируют. Был знаменитый случай в Англии, когда тучного человека не пустили в самолет, потому что он не помещался на кресле, ему предложили купить два билета, у него не было с собой денег, он опоздал на похороны. В общем-то, проблемы налицо. Есть определенные случаи с участниками, скажем, карликов и лилипутов, тоже связанных с трудоустройством, когда человек, например, просит предоставить ему табуретку или стремянку, потому что он ниже ростом остальных, ему отказывают по причине тех, таких запасов. Так что эти пробелы, я думаю, скоро также нас настигнут. И вот, наконец, общий принцип. В каких случаях можно допускать различия прав и обязанностей, в каких случаях нельзя этого делать. Это попытка предложить какую-то универсальную идею, потому что, как вы понимаете, случаев очень много, признаков много, и во многих из них нет никакой уверенности. Допускается дифференциация прав и обязанности, то есть отступление от принципа равенства при наличии двух основных условий. Первое, это наличие какой-либо социально значимой цели, реально необходимой обществу для его выживания, для самосохранения или для блага большого числа людей, причем данное ограничение должно быть объективно необходимым для достижения этой цели. И второе требование, что ограничение права у той или иной категории населения должно быть по своему объему и по своей тяжести соразмерно, пропорционально той социальной цели, ради которой оно вводится. Привожу последний пример на сегодня это тоже знаменитое дело, которое рассматривалось в Европейском суде, дело анчугов и глотков против Российской Федерации. Это то дело, которое нас лишний раз поссорило с Европейским судом и с Европой вообще. Это жалоба от двух лиц, которые содержались в местах лишения свободы, на то, что им не дают возможность голосовать. Это правило предусмотрено нашей Конституцией. По мнению Европейского суда, наша Конституция в этом отношении противоречит Европейской Конституции. По сути, от нас потребовали нашу Конституцию поменять или другой вариант ее особо интерпретировать. Но наше государство не было готово ни на изменения, ни на дополнительную интерпретацию. Идея Европейского суда заключается в том, что не соблюден еще один принцип, это принцип минимальности. Принцип пропорциональности предполагает такой аспект, как минимальность. То есть то ограничение, которое вводится, должно быть наименьшим для того, чтобы достичь поставленной цели. И по мнению Европейского суда, нет оснований полагать, что все заключенные, которые содержатся в российских тюрьмах и колониях, что они все настолько испорченные, опасные для общества люди, что им нельзя доверить избирательные права. А в Европе заключенные могут... В разных странах по-разному. Могу привести пример страны, в которой также нет избирательных прав у заключенных и которая также отказалась выполнять решение Европейского суда. Великобритания. Но а те, кто остался в ЕС, соблюдают все это, получается? Ну, в основном, да. В Великобритании нет. В Великобритании отказалась это соблюдать еще даже до того, как она вышла из ЕС. И дело в том, что речь идет о требовании не ЕС, нет. Но Великобритания, по-моему, из Совета Европы выходить не собирается, но и требований это тоже выполнять не собирается. То есть, по критерию минимальности и пропорциональности вроде бы предполагается, что эту меру можно применять выборочно при наличии оснований. Например, к отдельным категориям заключенных, либо, может быть, даже индивидуально. Итак, почему же невозможно равноправие? Имеется в виду, конечно, равноправие полное. Частичное равноправие возможно, мы это видим, оно есть. И, в общем-то, всегда было в тех или иных границах. Но полное равноправие, я думаю, невозможно. Во-первых, из-за языка. Язык, на котором мы разговариваем, не предполагает абсолютного равноправия и равенства людей. Потому что язык работает через различия. Когда мы что-то называем, мы одновременно и соединяем, и различаем. Например, мы говорим слово «люди», значит, внутри понятия «люди» мы предполагаем тождество, но мы в то же время предполагаем, что помимо людей есть еще кто-то, например, животные или боти. И тем самым мы уже закладываем, волей-неволей, мы закладываем возможность растождествления, а следовательно и наделения разными качествами, а следовательно и наделения разными правами. Что касается социальных оснований. Первая причина, почему полного равноправия все-таки, видимо, не будет, заключается в том, что в любом обществе функционально необходимо существование элиты. Пока, кроме первобытного, о котором мы знаем весьма условно, из книги «История первобытного общества» от первобытного общества письменных источников не осталось, очевидцев не осталось, поэтому все, что мы имеем, это довольно смелые догадки. Во всех остальных обществах всегда была элита, а элита, про это мы уже говорили, элита всегда предполагает отличия, и причем отличия существенные от массы. Но дело этим не заканчивается, потому что есть еще очень мощное чувство подражания у людей. И подражают, как правило, высшему образцу. Иногда, правда, и низшему, но и высшему тоже. И поэтому, если у элиты есть привилегии, то и все остальное общество в режиме подражания месяца начинает также устанавливать разные виды привилегий. Вторая причина, и мы видим эту причину на примере с ограничением прав заключенных, наше общество пока, а может быть этого и никогда не произойдет, не может отказаться от мести. Наша система уголовных наказаний построена на принципе мести, на принципе страданиям за страдания, злом за злом. Таким образом, ограничение прав людей, которые совершили преступление, видимо, совершенно неизбежно. Вопрос может заключаться только в объеме и, наконец, причина фундаментальная мировоззренческая. Неустранимо различия в картинах мира разных людей. В мире есть вертикали, есть горизонты. есть всегда высшая и низшая и всегда есть равная. И сознание человека с трудом может вместить эти два принципа одновременно. Кто-то из нас склонен считать горизонталь нормой, а вертикаль исключением. Эти люди будут склонны признавать равенство. И в то же время всегда будут люди, которые считают, что мир устроен пирамидально и равенство является исключением и всегда есть отверженные и избранные. Спасибо за внимание. Я сказал то, что собирался. Теперь готов ответить на ваши любые вопросы. Пожалуйста. Вот касательно последней части. То, что мы наблюдаем людей, которые склонны к равенству и склонны к неравенству, означает ли это, что невозможно установить некий процесс, который бы сделал в обществе преобладание тех, кто за равенство? Разве это не может быть решено путем образования, путем внедрения соответствующих стереотипов людей массового? И на что предписывать необходимость такого соотношения? Тут два вопроса. Первый и второй последний. Смотрите, как все сложно устроено. Да, можно вести какую-то работу в обществе, как, собственно, это и происходит. сегодня число людей, которые верят в равенство, значительно больше, чем это было сто лет назад. Может быть, еще через сто лет их станет еще больше. Но, каким образом это работает? Сегодня основной субъект или институт, который отвечает за равенство, это суд. Но судьи никогда не будут равны и не были равны остальным гражданам. Получается, что сами защитники равенства всегда в привигированном положении. Что касается образования, посмотрите опять, как работает система образования. Если субъект образовательной деятельности это лицо ничем не отличающийся ни по статусу, ни по признанию, ни по имущественному положению, ничем не отличающийся от остальных, то его возможности влияния минимальны. Не случайно, традиционно вообще лица, которые занимались образованием, всегда были в обществе элиты. И эта их элитарность с ходом истории падает. Когда-то, например, брахманы учителя в Индии это была высшая каста. Даже цари и военачальники были второй кастой. Потом, когда-то в Европе скажем, профессора немецких университетов были государственными чиновниками. это все-таки статус пониже, но все-таки это власть имущей. И в России было то же самое. Они имели государственные ранги в табель. Сегодня учителя и преподаватели вузов это люди, возможности влияния которых минимизировали. Но вы понимаете примерно, о чем я говорю. То есть, то, что вы предлагаете работает следующим образом. Для того, чтобы в обществе внедрить равенство, нужен авторитетный субъект, который это сделает. А для того, чтобы этот субъект был авторитетным, надо, чтобы равенство в обществе не было. Теоретически, конечно, может возникнуть такой субъект, абсолютно авторитетный, который каким-то волевым рывком внедрит сразу идею всеобщего равенства и тем самым обнулить сам себя. Какова вероятность, что это произойдет? Маленькое. Ну, по сути, вот, Евангелие нам об этом рассказывает, что появляется авторитетный субъект, который говорит, больше для вас нет авторитета. Но история развивается иначе. История все равно в обществе выстраивает эти различия. Поэтому есть подозрение, что это не устранено. И второй вопрос ваш был? Насколько это необходимо? А, насколько это необходимо? Вы имеете в виду вот это мировоззренческое различие? Да. Потому что что касается социальной и функциональной необходимости мы про это много говорили. А вот про мировоззренческие факторы, откуда это вообще возникает? Ну, это, конечно, дело сложное. Почему у одного человека вот такая модель мироустройства, а у этого человека другая модель мироустройства? А это транслируется через культуру, это транслируется через литературу, через изобразительное искусство, через семью. То есть это опять нас возвращает к предыдущему вопросу. А можем ли мы устроить все так, что идея неравенства полностью исчезнет и потеряет свое влияние? Пока это представляется, если теоретически фантазировать, что опять-таки к власти приходят сторонники равенства и дискриминируют тех, кто считает, что неравенство может быть. Это мы уже видели в том примере, который я приводил советской власти. Опять здесь действительно парадокс как с советской властью, так как она изначально... Советская власть нам показала за короткий промежуток, даже не за 70 лет, а уже, если считать с 17-го года, уже лет за 40-50, путь от действительно очень большой скромности, почти аскетизма, когда даже устанавливалось, что государственный чиновник не может получать больше зарплаты, чем рабочий, были и такие попытки. И уже в 60-70-е годы мы видим, что это номенклатура, которая себя облепила всеми привилегиями, которые мы обладали. Это не большой отход от темы, но к тему. Тут в Архей читался курс по истории русской революции, сейчас считается второй раз, и там приводились факты, что большевики уже в 18-м году определенные их ведомственные, например, ВЧК, погрязли в коррупции. Да. То есть в силу как раз причем они сначала вроде это делали неохотно. Да, а потом очень быстро говорили, что это временные меры, это вынужденно, но временные меры накапливались и накапливались, и даже Сталин, который, как известно, был человеком не меркантильным, у него не было собственности, но у него не было собственности, но вот эти 100 дач знаменитых, он даже не все успел объехать, у него было около 100 дач на территории СССР, и он в последние годы жизни где-то по весне выезжал, и до конца года только успевал, к Новому году он только возвращался, ездил подачи. Личный кинотеатр в Кремле. Да, вроде как это с одной стороны нельзя сказать, что для личных целей, это все вроде нужно для государства, но так или иначе путь к неравенству идет неизбежно. И пока мы контрпримеров никаких не имеем. А как вы для себя эту проблему решаете? Или это не разрешимый в принципе вопрос? Ну, честно вам скажу, я не большой фанат равенства. Я не отношусь к той школе юристов, которые считают, что вот это формальное равенство вообще основополагающий признак права, где его нету, там нет и права. Я так не считаю. Я думаю, что это важная ценность, но я исхожу из того, что ценностей много, и они друг друга корректируют. Есть ценность справедливости, есть ценность свободы, есть ценность социального порядка. И может получиться так, что исходя из справедливости мы вынуждены ограничивать равенство. Главное, чтобы эти ограничения равенства не угрожали миру, обществу. Потому что там, где неравенство становится слишком вопиющим, там создается угроза выживанию людей и общества. Вот откровенно говорю, я не считаю, что любое нарушение равенства это априори зло. Например, не будем возвращаться к этим иллюстрациям, например, ситуация с языком на государственной службе, я думаю, это вполне злойное ограничение. Какими-то различными премиями за больше вклад в рабочее дело. Ну, положим, премия прав-то не затрагивает. Премия затрагивает только имущественный момент, не правовой. Вас же новыми правами не награждают, вас награждают только деньгами. Некоторые скажут, что это не равенство, а то, что все получают не одинаковую зарплату, фиксированную по должности, а в зависимости от выработки. Ну, знаете, в этом смысле, где есть свобода, там равенства нет. Потому что свобода предполагает, что люди движутся по разным траекториям в разных направлениях. А раз они движутся в разных направлениях, то они получают разные результаты и разные плоды собирают. Поэтому принудительное равенство вот в этом смысле, фактическое равенство, оно несовместимо со свободой. Об этом Оруэлловский, ой, не Оруэлловский, Замятинский, Замятинский роман «Мы». Но и то там тоже нет равенства, потому что там все-таки есть выделенная глава, благодетель так называемый. И плюс там есть люди, которые живут вообще за пределами этого. и плюс там есть еще иные другие. Так что получается, что полное равенство возможно только при полной несвободе. Потому что где есть хоть минимум свободы, и где есть хоть минимум творчества, это тоже идея Бердяева, где есть немножко творчества, там нету равенства фактического. Потому что не будет равен талантливый поэт и бездарный поэт. И ничего с кем не сделаешь. И никак ему государство таланта не добавит. То есть по сути дела нужно просто искать некий баланс оптимально для конкретной ситуации. Ну вот эта попытка, она конечно несовершенна. Но в принципе я должен признать, что вообще это для юридической мысли это довольно-таки большой шаг вперед. Вот то, что сделано в конце 20 века европейским правосудиям, набор критериев, когда равенство нельзя нарушать и когда можно, конечно эти критерии очень общие, они сами вызывают очень много споров в процессе их применения, но это хотя бы что-то. Возможно они будут дальше уточняться. Придуманы разные тесты, например придуман тест, ситуационный тест. Не слыхали про такой? Ситуационный тест это по сути такой провокационный акт, когда создается некая ситуация, чтобы проверить есть дискриминация или нет дискриминации. вот пример. Во Франции проводили ситуационные тесты организации антирасистской направленности, чтобы проверить, есть ли во французских ночных клубах расизм. То есть приходили люди чернокожие в ночные клубы и фиксировали спускают их или не пускают. Потом эти результаты были представлены в суд, потому что массово оказалось, что многие клубы не пускали чернокожих. Но суд не принял эти доказательства. А вот почему. Потому что суд сказал, так как не было контроля за проведением этих тестов, то нет оснований, что они были сделаны добросовестно. То есть что не применялись какие-либо еще провокационные средства для того, чтобы людей не пустили в клуб. Ну, например, подходит негр, который абсолютно пьяный и ругается матом. Его не пускают, он отходит, сразу трезвит и записывает. Так, дискриминация. По расовому признаку не пускают в бар. То есть для того, чтобы ситуационный тест применять, надо, чтобы были независимые наблюдатели, которые зафиксируют, что действительно никаких других оснований не было, а была именно дискриминация, скажем, по расовому признаку. Вот такие инструменты существуют. А если какая-то литература, вот вы говорите, что европейская мысль в 20 веке до этого дошла, которую вы могли порекомендовать как обобщающий ответ на вот этот вопрос затронутый в лекции. Ну вот, какой-то автор, может быть. Я сейчас ссылался на Де Шутера, это один из авторов, который вот как раз писал про способы проверки, про способы проверки дискриминации. Вообще, литература очень большая. И все, что описывает деятельность Европейского суда по правам человека, есть отдельные книги по дискриминации, есть трехтомное большое издание, ну, по-моему, примерно так оно и называется, практика противодействия дискриминации Европейского суда по правам человека. Вот трехтомная работа большая, где разбираются все прецеденты и приводятся все критерии, все механизмы. Ну и, конечно, это сами решения Европейского суда. Решения Европейского суда, они, конечно, написаны очень специфически, достаточно тяжело для чтения, но это непосредственно источники, потому что они пока еще действуют и у нас, пока. Пока все угрожает, что скоро мы с ними расторгнем договор, но пока не расторгали. Так что пока все можно это использовать. То есть прервали этот принадлеж? Нет, даже не прервали. Ничего не прервали, просто некоторые решения не выполнили. Не выполняем решения по заключенным и пока, насколько мне известно, не очень активно выполняем решения по клеткам. То есть по запрету клеток для подсудимых. Залису было. Двое людей, которых судили, подали жалобу на незаконное содержание в клетке в процессе судебного разбирательства. Причем, один из них был признан виновным, а другой был признан невиновным, что еще более пикантным. Но он год просидел в этой клетке. И также было признано, что это непропорциональная мера, потому что, ну, по той же логике, потому что нет оснований думать, что абсолютно все подсудимые, они настолько опасны, что будут кидаться на публику, и публика настолько опасна, что будет кидаться на них. Потому что, ну, идея понятна, безопасность. Обоюдная. Защитить и подсудимого от мести, и остальных, если вдруг, ну, что ему взбредет в голову. Но, все-таки, подсудимый подсудимому рознь, одно дело маньяк или какой-нибудь рецидивист, а другое дело какая-нибудь дама-бухгалтер, которая с отчетом что-то... Тем более, если она еще не установлена. Да, это второй аргумент. Это еще презумпция невиновности. А он уже сидит в клетке. И, как пишут эти люди в жалобе, ну, в общем, тут тоже есть резон. Судья, который привыкает каждый день видеть этого человека в клетке, вообще-то привыкает и к мысли, что ему там место. Так что, тоже дело громкое. И я пытался выяснить, но клетки точно не демонтированы, но уже мне сообщили, что в ряде случаев все-таки, как и прежде, сажают рядом с адвокатом подсудимого. То есть, уже не все точно сидят в клетке, а раньше сидят. Так что, видите, такое-никакое движение не идет. А вот во первой части лекции вы говорили про многочисленные примеры темы неравенства в европейской литературе и про то, что в русской литературе тема не так широко освещена. А вот сейчас, в настоящий момент, каковы тенденции в современной российской юридической практике и в культуре? Мы по-прежнему также спокойно воспринимаем неравенство или мы начинаем переховать к европейскому взгляду на вещи? Понимаете, вот тут есть вот этот раскол. Вообще-то наше общество всегда расколото. У нас никогда единого общества нет. Поэтому и тема неравенства не так интересна. Ну вот кроме вот этих примеров отдельных, которые я привел. Но по сути Тургенев и Булгаков это европейские умы. А для более национально ориентированного ума вообще нет ничего странного в неравенстве. потому что есть два мира. То есть он как былорский персонаж, который попросит чтобы его высекли. Когда едет Селефан на козлах и сам с собой разговаривает. вот барин-то наш. Он же наш барин-то с колеской советник. Он даже не знает как называется должность. Он не знает чем занимается барин. Хотя он с ним бок о бок каждый день. Они друг друга не понимают. Они в разных мирах живут. Так что удивляться неравенству? Это идея национальная. И это идея тоже сейчас присутствует. И есть всегда европейская ориентированная часть общества как правило интеллигенция. Которая черпает свои представления о жизни не в российской практике а в западных идеалах. И поэтому для них это дико. И поэтому они конечно к европейскому суду прислушиваются. И конечно они протестуют против невыносимых условий в местах заключения. Кстати любопытный факт одним из способов бесчеловечного обращения в тюрьмах признанно телевидением. В одном из дел был аргумент что в тюрьме униждительное обращение что в камере телевизор работал все время. То есть заключенные были вынуждены смотреть телевидение и подали жалобу что их пытали. Их можно понять в общем. особенно кто телевизор долго не смотрит а потом включает то такое же ощущение возникает. Так что мы живем в раздвоенном обществе. У нас нет консенсуса по этому поводу. У нас есть огромная категория людей которые никак по этому поводу не высказываются потому что их это не затрагивает. Но если их опросить вот они очень четко разделятся на эти две категории. Первая категория которая скажет что ничего страшного так им и надо и другая категория которая скажет что конечно варварство дикость невежество вот и это это кстати самая большая проблема самая большая проблема даже не в неравенстве а именно в расколотость отсутствие консенсуса отсутствие не то что консенсус отсутствие даже единого языка общения так называемого топоса то что и получается что эта проблема уходит корнями там еще в 19 век да в какой 19 веке ну к сотворению мира наверное ну шучу в нашей культуре в нашей культуре это какое-то постоянное явление и раскол 17 века наверное самое яркое проявление может быть даже основной борьбы за равенство нет нет вот это не целостность общества поэтому так марксизм у нас хорошо был воспринят потому что марксизм об этом говорит марксизм говорит что нет вообще ни одного целостного общества любое общество это два общества на самом деле эксплуататоры и трудящиеся и поэтому в России это было воспринято на ура потому что это совпало с нашим опытом язык даже разный ваша идея о сотворении мира для меня почему-то теперь я объясню почему довольно стало близко после сильного примера потому что это парадокс я не понимаю как решить парадокс чтобы поддержать реализовать право всех на равенство мы должны кого-то наказать а соответственно лишить право передвижения да то есть создать неравенство чтобы для равенства мы должны создать неравенство само себя живет но это я вам открою маленькую тайну не все так плохо и это происходит почти с любым правилом если его довести до абсолюта со свободой это продемонстрировано при Романтеске тот же самый принцип если свободу довести до абсолюта не будет свободы если мы никому не будем ничего запрещать то мы скоро увидим как одни люди поработят других потому что у человека человек противоречив у человека есть стремление к свободе для себя и стремление поработить другого если мы дадим людям полную свободу они очень быстро одни поработят другим в общем итоговый вывод можно сделать такой что нужно постоянно искать баланс и постоянно задавать вопросы к сожалению вы знаете люди любят экономию мышления и поэтому люди очень любят какие-то окончательные принципы их просто нету а они есть только они ложные как говорил Лев Толстой мне нравится эта фраза он говорит когда люди слепо идут за кем-то то слепы не только те кто идет но и тот кто ведет когда мы принимаем за абсолют любую идею или любой принцип не только мы начинаем идти по ложному пути но и принцип этот становится ложным потому что все-таки человеческое существование одним принципом не управляется нужна всегда какая-то связка каким-то образом есть ли какие-то особые слова по которым можно поиск попробовать осуществить как вот парадокс вот этот то что обязательно кто-то не прав не равен кто-то осуществляет процесс поддержания равенства выделяется всегда но здесь ключевое я сейчас попробовал по парадоксу искать одну статью всего нашел не знаю будет ли у меня еще успех я думаю нужно вводить пару антиномий так называемых то есть нужно вводить два противоречия другу понятия вот понятию равенства в данном случае можно предложить антонимы иерархии иерархия и равенство как они соотносятся вот я знаю что есть юристы которые занимаются которые соотносят иерархия и равенство можно соотносить равенство и привилегии но здесь более очевидная ситуация просто скажут что привилегия это нарушение равенства и вроде как с ними можно бороться а вот с иерархией бороться потруднее она сама устраивается не спрашивая наших разрешений мы не хотим она устраивается ну вот из таких примеров не знаю насколько он достоверен я довольно поверхностно изучал эту тему есть опыт Макаренко в маленьких группах каким образом ему удавалось компенсировать недостатки иерархии иерархия сохранялась но параллельно с иерархией создавались системы советов внутри его сообщества на которых лидеры иерархии попадали под критику обычных членов и помимо всего этого он создавал помимо иерархии которая управляла его колонией в обычное время он создавал иерархии для решения конкретных задач допустим иерархия для сбора угрожая там в августе и эта иерархия действовала временно но лидером этой иерархии становился обычный человек который не являлся лидером в основной иерархии и таким образом грубо говоря признанный лидер оказывался подчиненным непризнанному лидеру и непризнанный лидер обычный человек получал опыт лидерства а лидер понимал что он обычный человек он также может быть исполнителем и за счет этой гибкости но обратите внимание да вы уже сами понимаете что даже при этой системе все равно сам Макаренко человек принимающий решения он был Богом он все равно выносится на высшую позицию да один из способов как минимизировать вот этот фактор иерархии нужно ее спрятать да ее скрыть то есть делать вид что ее нет знаете не столько что он ее прятал сколько была какая-то более сложная система сдержек и противовес ну скажем так увиден Аркей то есть он ну насколько я знаю как человек достаточно тонкий как сильный педагог он умел делать это так что это ну не давлело не давило еще один возможный принцип это принцип это слово я у Маркса нашел неожиданно мы же все время привыкли так понимать Маркса что буржуази что буржуази это такие эгоисты это люди которые вообще классы это эгоисты это люди которые родную мать продадут за 10 процентов прибыли а у Маркса есть или у Энгельса я уже не помню помню все таки у Маркса есть идея самоотречения класс класс для того чтобы получить максимально возможное от кое-чего должен отказаться потому что если он возьмет слишком много он погибнет так и с иерархией вот этот принцип самоотречения я думаю он хорошо работает если тебе дана власть то не всю эту власть нужно в полном объеме осуществлять может быть даже чем меньше ты ее осуществляешь тем она лучше или второй вариант это принцип взаимоограничения как в мудром древнем Риме где была консульская система где они друг друга взаимно уравновешены ну и по сути принцип разделения властей строится на том же самом если есть несколько носителей власти и равенство есть между ними то это равенство будет помогать равенству и на другом уровне потому что если есть один только властный центр то больше опасность потому что нет симметричности между верхом и низом если есть изоморфность говоря простым русским языком то есть если масса и элита симметричны друг к другу можно предположить что это не так чувствительно чем когда это некое абсолютное властвование ничем не ограничено пример литературный доведение до абсурда идеи равенства перед наказанием 10 негритят он же сначала убил всех а потом он же судья это действительно очень хороший текст потому что тут ставится вообще это конечно англичане это страшные люди они все ставят под сомнение тут же ставится под сомнение сразу два принципа равенства и справедливости потому что да равенство перед судом он записывал себе всех кто кого оправдали несправедливо и восстановил равенство но он же восстановил и справедливость то есть он наказал их так как ему казалось правильно не себя потом но не думаю что у кого-то вызовет большую симпатию этот опыт ну и много других примеров но того же Уэлса давайте вспомним там правда также неравенство показано если вспомнить машину времени Элойф и Морлоков там показано если у заметен в антиутопии показано что плохого всеобщим равенству то у Уэлса у социалистов Уэлса показано чем плохо неравенство чем оно может обернуться что если эти два мира перестанут взаимодействовать должным образом и прервется последняя связь между ними то единственная связь будет в том что представители одного мира будут ловить и жрать представителей другого А можно ли в современном мире и в каком-то обозримой исторической перспективе привести какие-то примеры обществ которые были наиболее сбалансированы с точки зрения равенства их членов что можно взять за образцы которые реально практически были осуществлены либо осуществляются прямо сейчас и что можно традиционно приводится в пример скандинавских стран это действительно соответствует реальности ну этот пример приводит уважаемые люди авторитеты которые это изучали я думаю что тут есть резон потому что как известно в скандинавских странах реализован был мягкий сценарий социализма социализм это как раз и есть то учение которое равенство считает фундаментальной ценностью в отличие от например капитализма где признается равенство только стартов то есть только привождите люди равны потом ну и то так как честная собственность сохраняется тоже довольно сомнительное стартовое равенство ну да это самый расхожий контраргумент против наследственного права люди не своими заслугами получают свои преимущества но собственно в капитализме вот это Маркс выявил равенство это инструмент сегодняшний проект европейский в частности американский это вообще очень сложный симбиоз капиталистических и социалистических идей потому что настоящий прорыв в сфере равенства начался после Второй мировой а почему после Второй мировой потому что СССР стал влиятелен в международных делах и стал очень активно участвовать в выработке международных документов и вообще СССР во многих отношениях подал пример равенства скажем в тех же мужчин и женщин и по национальному признаку и так далее было много успеха на самом деле поэтому я думаю те страны которые учили этот опыт социалистический они несколько более продвинуты в этом отношении но стремятся все стремятся все сегодня я вот более чем в этом убежден может быть мы это не так видим не так ощущаем но идея равенства в западной культуре это идея фикс это идея номер один то есть там готовы на что угодно но не дай бог нарушить равенство причем не только в правовых отношениях но даже и в личных отношениях ну вот недавний мультик тоже был яркий диснеевский зверополис не смотрел рекомендую потому что в детский мультик а поднимаются а это как правило всегда так рисовали причем там использован такой прием что рассказывается о жизни города зверей как в классических баснях и там условно есть волки есть лисы есть барана там есть там какие-то тушканчики они говорят человеческим языком но на этом примере очень живо показывается проблема неравенства и весь сюжет строится вокруг того что заяц зайка самка зайца хочет устроиться в полицию где обычно служат хищники и вокруг этого закручивается да очень рекомендую вам посмотреть отлично а вы когда-нибудь задумывались что в сказке корней Чуковского путаница там где вы помните замяукали котята надоело нам мяукать мы хотим как поросята хрюкать что это вообще памфлет против равенства уже в основе как противовес вашему примеру у Чуковского речь идет о том что равенство невозможно поросята захотели а поросята котята захотели хрюкать а утята захотели квакать и чем все это кончилось если вы помните лисички взяли спички к морю синему пошли море синие зажгли прозрачная метафора революции то есть Чуковский позволял себе странные вещи это в 30-е годы это в 30-е годы да то есть он ну почти без стеснения рассказал как произошла революция и он даже предсказал чем все кончится бабочка прилетела крылышками помахала стало море потухать и вывод кому велено чирикать не мурлыкайте кому велено мурлыкать не чирикайте то есть не будет равенства ребята если говорить о проблеме равенства проблема на мой взгляд неосознанна что это за проблема равенства отсутствие равенства так оно есть это видимо когда речь идет о проблеме равенства речь идет о проблеме тотального равенства тогда возникает проблема А так нет проблемы. Есть ряд частных проблем. Нет, конечно, проблемы отсутствия равенства. Но есть ряд частных проблем. Например, частные проблемы дискриминации. Что это такое? Это неравенство при наличии равенства. Потому что дискриминацией называется такая ситуация, когда равенство в целом есть, а в этом случае нет. И вот тогда это проблема. Потому что это переживается гораздо острее, чем когда равенства нет вообще. Равенство, неравенство на фоне равенства. Я думаю, что это да, это понятно. Я в исторических корнях этой проблемы. Я думаю, все-таки локально существует и проблема тотального равенства. Она внятно только Западной Европе. И внятно, начиная с французской революции, вообще кто ее подготовил. Вот Руссо думал над этим. Но он думал именно над тотальным равенством. Он же предложил. Он, как Корней Чурковский, показал. Его демократию отведали, назвав ее тоталитарной демократией. Но он предложил, чтобы люди были все равны, максимально нужно ослабиться. То есть запретить всякие корпорации, партии. И тогда люди будут равны только тогда, когда они будут абсолютно ослаблены. То есть и индивидами станут. И не смогут создавать никакие альянсы, корпорации и так далее. В этом смысле, вот, рождаются равными. И чтобы они оставались равными, они должны быть подобны ребенку в своих ресурсах власти. И в принципе, можно такую систему устроить. И он ее предлагал. Поэтому... Единственное, что, как выяснилось потом, он ее предлагал только для маленьких государств. Ну, это уже проблема масштаба. Да, потому что здесь вот спрашивали, а какие примеры. Есть пример, но утопический пример. И в принципе, теоретически и даже практически, это можно сделать. Утопии вообще-то воплотимы практически. Проблема утопии не в том, что они не воплотимы, а в том, что они не живут долго. Так, что их окружают далеко не антопичные страны. Несколько. Они изнутри разладаться начнут. Но он же предполагал, что будет энтропия. Но нужно постоянно импульсы и снова людей ослаблять. Но так что в основе идей равенства вообще лежит основа насилия. То есть, все равно не равенство сохраняется? Просто вовне этой системы там. Оно не сохраняется как неравенство в условиях жизни. А равенство в условиях смерти. Ну, есть поговорка. Равные люди находят пищу. Жизнь устроена на основании неравенства. Но есть люди, которые не хотят принять жизнь на ее условиях. И тогда возникает только в этом смысле... Это утопическая проблема. Утопическая проблема равенства. За ней стоит проблема тотального равенства. Но это белый шум, тепловая смерть, если нет перепадов потенциалов и так далее. То есть, это проблема специфическая. Ученик, проблема, я бы сказал, французская проблема. И французская болезнь. Ну, в этом виде, как вы ее сформулировали, всеобщего такого равенства принудительного. Ну, вроде, когда говорим, нет равенства. Например, ведь во времени можно развести. Вот есть казус. Этот человек не равен, а этот равен. Но я могу сказать, пока он не равен, потом он будет равен. Соответственно, равенство присутствует порционно. То есть, во времени, не в пространстве, а во времени присутствует. Или после смерти все равны, предстанут перед Богом. Ну, после смерти право не интересуется человеку. Равноправия нет после смерти, потому что нет права. Суд есть? Божий суд на первом случае. Страшный. Страшный суд. Если право, это или не право, но суд... Дело темное. Неизвестно, есть ли там вообще процедура, и будут ли процессуальные гарантии, и будет ли право на защиту. Процедура, известно, что процессуального кодекса не предусмотрено. Ну, может быть. Нет, то есть, на страшном суде. Может быть, в разработке. Может быть, есть закон права. Апелляция. Апелляция по почте, но ответов не пришло. Как ей видят пророки. Апелляция важна. Ну, есть такая притча, да. Хотя Бог Почты России оставляет надежды, потому что туда можно их восстанавливать. Хорошо, коллеги, есть ли еще какие-либо вопросы? Пожалуйста, я постараюсь кратко. Любопытно меня только сейчас осенило, что в лекции один раз меня кольнуло, и сейчас второй. Действительно, мы обсуждаем проблему неравенства как проблему, да. А получается, что нужно сформулировать еще и выгоду от равенства. То есть, выгода была, да, сформулирована, что меньше конфликтов. И второе было, что для торговли. Ну, это по идее Маркса. Я, честно говоря, не очень в это верю, но Маркс авторитет, поэтому я привел эту идею, что равенство, мол, помогает развитию экономики. Что если стороны в договорных отношениях равны, то это лучше, мол, для их бизнеса. И таким образом можно попытаться сформулировать, где будет, как будет заложена степень неравенства. Это когда основные конфликты погашены в той степени, в которой контролируется неким тем, кто устанавливается. А вот по этому вопросу, есть же эксперименты, которые проводились на млекопитающих, на слонах, на обезьянах, на собаках, когда им предлагают экспериментаторы поделить лакомство, которое им дают. И там суть, я сейчас детально суть эксперимента не объясню, но все сводилось к тому, что если оба испытуемых, обе собаки, или оба пьяны, или оба слона соглашались с тем, что деление справедливо, то тогда они получали еще большую награду. А если один из них забирал все себе, то другой бунтовал, не нажимал там на какую-то кнопку, и они попадали в бросах. И таким образом экспериментаторы показали, что у животных, у млекопитающих, причем там не только у обезьян, но даже там у слонов, у собак, присутствует какое-то врожденное чувство справедливости, что это не является человеческим качеством. Что же... Ну, Герберт Спенсер еще об этом представляет. Да, и сам... Справедливости, видимо, у нас с симметрии. Ну так симметрия это и есть основа справедливости. Это можно по-разному сравнивать. Там и на денежном вознаграждении с обезьянами экспериментов. Суть в том, что когда мы говорим о том, что общество с равными возможностями, с равными правами и обязанностями менее конфликтно, по-видимому, можно найти какие-то источники в биологических основах поведения человека. Что это точка зрения права на жизнь. Что что-то внутри человека протестует, когда он видит, что у него не такие возможности. Ну, я уже сказал свою гипотезу. Я думаю, это биологический вполне инстинкт, это подражание Мимисис. То есть, когда я вижу человека, который похож на меня, мне начинает казаться, что у нас с ним как бы все и одинаково. Если он получил мандарин, а почему я не получаю мандарин? Зависть – это эффект, который возникает, если этот инстинкт не удовлетворяется. А если он не удовлетворяется систематически, то зависть накапливается. Появляется еще более страшная вещь. Так называемый рессентимент. А рессентимент – это то, что вообще отравляет человека изнутри, а он отравляет уже и окружение свое. Так что это небезопасная вещь. Я тогда в заключение вам расскажу одну историю, которую я недавно прочитал. Он, так сказать, просто для раздумий. Один русский мыслитель ехал на пароходе, и с ним плыл немец, священник, протестант. И русский мыслитель православный все пытался его уколоть, и он его допрашивал. А вот вы почему стали лютеранином? Чем лютеранская вера лучше? А, там вот в чем идея. Лютеранская вера и протестантская вера отрицают так называемое священное предание. То есть веру в авторитеты отцов церкви, а признают только священное писание, да, само священное писание. И непосредственно из него выводят свою веру, минуя вообще какую-либо традицию. Вот вы почему признаете, что лютер лучше, чем кальмин? Тот пастор начинает ему приводить богословские аргументы. Приносит слуга, на подносе что-то там, напиток какой-то. А наш русский спорщик говорит ему, а почему ваш слуга лютеранин, он тоже знает все эти аргументы? Ну, тут пастор нахмурился и стал что-то говорить, что ну невежество, мы его преодолеем, и скоро и слуги, мол, тоже будут знать все эти аргументы, и безо всякого предания будут прям логически выводить свое веру из писания. А тут наш говорит, а как же дети и большая часть женщин и вот тут пастор погрустнел и сказал, над этим надо думать. Спасибо большое, что вы пришли сегодня. Интересная была дискуссия. Если вам это будет интересно, много есть чего на эту тему почитать. Если что, вы меня легко найдете в сетях по сегодняшней встрече. Я там тоже фигурирую. Если что, надо обращайтесь, пишите, буду рад. Спасибо большое, счастливо. Спасибо. Сколько времени мы проработали? 9-23. Сейчас, два часа. Так, а камеру кто-то должен, наверное, выключить? Или она сама? А, ну, потом удалить, если что. Идея парадокса меня надолго загрузит, наверное. Ну, знаете, продуктивные парадоксы. Вот, был такой писатель Честерто. На него все творчество на парадоксах построено. Карьеру на этом сделал. Сколько дал пищи для размышлений. То же самое Бернард Шоу, Оскар Уайльд. Но это английская культура. Английская культура очень смелая. Они не боятся парадоксальности. Наша культура более осторожная русская. Мы не любим парадокс. Потому что парадокс ставит в сомнение устройство мира. Ну, как можно сильнее завуалировать его. Да, поэтому либо завуалировать, либо пытаться его решить. А решить иногда невозможно.